Доброе утро! Егор, золотая медаль, это вообще чудесно. Расскажите, Ирина, какая вообще команда была, сколько было человек от Воронежской области и какой возраст участвовал в данном турнире? Сами соревнования шли 4 дня. Это Подмосковье, Красногорск. Мы жили сами в гостинице, прям почти на Арбате, доезжали туда на метро. Было очень интересно. В прошлом году мы выступали меньшим составом, потому что в этом году наша молодежь прям нас удивила. Они поехали, там человек 20, наверное, только молодых ребяток вот таких вот были. Мало того, в этом году еще 12-13 год выступал. То есть это не официальные кадеты, это меньше возраст, но они выступали. Выступали успешно, очень хорошо. А сколько всего было человек от Воронежской области? По-моему, где-то порядка 30 человек было. То есть как бы команда была солидная. А с медалями вернулись 11? С медалями вернулись 11. Но выступали прям очень хорошо. Некоторые вот за третьи места вот-вот-вот-вот, и прям борьба очень такая пламенная шла у нас. Поэтому я считаю, что Воронежская область прям на этих соревнованиях очень хорошо выступала. А 14 лет? Это был самый маленький возраст участника? Это кадеты. Кадеты, которые переходят сейчас уже в юниоры. Это крайний возраст. Поэтому это не самый маленький. Нет, а я имею в виду от Воронежской области? Нет, тоже не самый маленький. Потому что и 13-й год тоже участвовал в этих соревнованиях. Понятно. А кто самый был старший? Сколько лет? Это, наверное, Марина Геннадьевна Попова наша. Это наша чемпионка. Это человек, который развивает у нас пумсе. У нас в регионе. Это величина большая у нас. Вот. Она получила золотую медаль. Вот. Дальше чуть-чуть пониже возрастом у нас из Бориса Глебска Денис Шипилов. Он тоже получил золотую медаль. Поэтому не только кирурги. Кирурги — это когда бьются ребята, а пумсе — это когда вот эти формальные комплексы у нас. Поэтому как бы есть фристайл, есть показательные выступления. Поэтому тэквондо — это очень объемный вид спорта. Там очень много дисциплин. Егор, давай теперь познакомимся с тобой поближе. Почему именно тэквондо и как давно ты в этом спорте? Родители отвели меня на тэквондо в 2016 году, когда я пошел в первый класс. Мне очень понравился этот вид спорта. Заинтересовал меня, захватил меня с головой. Я тренировался очень много. Когда я пошел на тэквондо, я жил в городе Белгороде. Переехал сюда я года два или три назад и тренировался у другого тренера. Перешел я к Ирине Мироне в прошлом году и ездил на соревнования. Много тренировался также. Сколько соревнований уже на твоем счету? Ух, это сложный вопрос. Даже на вашей памяти при нем уже работает пару лет. Потому что мы видим столько медалей. Это даже не большая часть. Соревнований очень много было, не все с медалями, но, думаю, порядка 100 точно было. А что для спортсмена важно? Обладать какими-то действительно умениями и понимать, что ты за себя можешь постоять, если что, на улице? Или же все-таки сбор регалий, поясов, медалей? Вот что для тебя важнее? Для меня важнее всего опыт, который я получаю на соревнованиях, при боях, с другими сильными соперниками. Медали — это просто железки. Они не настолько важны, как эмоции, переживания какие-то, которые я получаю во время соревнований. А какой опыт можно получить на соревнованиях? То есть ты понимаешь, что вроде бы техника одинаковая, но она у твоего соперника как-то по-другому реализуется? Или вот какой опыт в боевом искусстве на соревнованиях можно получить? Ну, опыт боя — это как соперник ведет бой, как надо себя вести против него, какую-то стратегию против него построить. Как правильно уклониться, что-то сделать, удар в нужный момент, прям подловить это время. Егор, расскажи, вот ты участвовал в четвертом дне турнира. И на самих соревнованиях ты участвовал в какой дисциплине? И как вот тебе далась эта победа? Я выступал в дисциплине «Кирургии», это когда дерутся. Победа далась очень сложно, потому что были самые сильнейшие спортсмены со всей России, с других стран. Там были Сенегал, Беларусь, Мали, Казахстан. Ну, все перечислять не будем. А с кем ты боролся? Откуда были люди, спортсмены? Я боролся со спортсменами из России, но в моей весовой также были спортсмены из других стран. На втором, второй бой был для меня самый сложный, так как я попал на бронзу призера чемпионата России. И там бой шел очень сложный, и счет не отрывался сильно друг от друга. Мы шли, баллы за баллами набирали, и вот в последний момент я на одном балле выиграл и прошел дальше. А сколько всего боев было? Пять. Пять? Обалдеть. Это получается за один день пять боев? И где тебе было сложнее всего? Ну, во втором и в полуфинале тоже очень было сложно. Где ты берешь силы? Потому что, например, мне кажется, творческие люди могут уйти в спорт, выплеснуть свои эмоции, или наоборот найти какую-то энергию хотя бы физическую, чтобы уже потом мысленно творить. Спортсмены, где ты берешь энергию, тем более пять боев в день, показательных боев? Как, откуда эмоции, мысли, сила физическая в том числе? Ну, энергию я беру, я перед каждым боем настраиваюсь, думаю о хорошем, все негативные мысли я отгоняю от себя. Я, ну как, наполняю собой пространство. Это такой метод один есть. То есть ты должен посидеть один в комнате перед выходом на арену или как? Ну, не прям в комнате, один. Я сижу перед кортом и мысленно я как наполняю его весь и как заполняю свое пространство. Это какая-то восточная теория такая? Вот расскажите об этом, Ирину, пожалуйста. Есть такой метод, когда, может быть, вы в фильмах даже в художественных часто видели, там, в футбольном поле сидит один игрок, там, или ринг стоит и сидит там один спортсмен. Это когда вы находитесь на площадке, никого нет, завтра у вас там бой, предположим, вы фиксируете точки самые крайние, верхние крайние, нижние крайние, и начинаете наполнять все это пространство своей энергией. И вы уже как будто у себя дома находитесь, вам уже не так волнительно. Мурашки потелы, так прям мощно. Вы уже выходите туда, как у себя дома, вы становитесь на ковер, он уже ваш родной ковер. И уже более естественно начинаете двигаться, то есть для вас это уже привычно, вы не думаете о том, где сидят судьи, какой яркий свет или еще что-то. Поэтому более спокойно себя спортсменам. Ирина, я когда готовилась к интервью, вчера смотрела видео как раз с турнира, заметила такую интересную деталь, что, в принципе, бой тэквондо, он как будто очень быстро пролетает. И получается там после каждого приема, или там прием, потом два приема, и сразу же прерывает судья. И такое ощущение, как будто нет вот этого нокаута страстей, как в боксе, например. То есть когда ты ждешь, пока вот нокаута не будет, уже и все. Хорошо. Вот здесь, где основная цель, наверное, тэквондо, и в чем его такое основное искусство? Потому что у меня сложилось такое ощущение, как будто просто вот отрабатываются приемы, но нет вот этого вот зрелища, как вот, знаете, зрители все время ждут. Вы знаете, раньше у нас не было электронной системы судейства. Судили судьи, которые сидели по бокам, и это было достаточно субъективно. Для того, чтобы появилась объективная оценка, ввели как раз электронное судейство. Потому что электронику не обманешь, это обычная физика. Но накал все равно существует. Потому что накал, скорее всего, даже не столько на ковре, сколько за ковром. Потому что так, как болела наша команда, так, как наш Зенищев Виктор Викторович, который секундировал, мы думали, все, у человека будет инфаркт. Потому что, да, и там кричали. Поэтому накал существует. Но вы правильно заметили, что вроде бы как что-то происходит, а судья сразу останавливает. Это называется клинч. Когда спортсмены заходят в клинч, они останавливаются. И больше ничего не делают. И чтобы это долго не продолжалось, сразу останавливают, разводят спортсменов, и они снова начинают работать. Поэтому это как раз и сделано для того, чтобы больше было действий, больше технических приемов. Чтобы они долго не стояли и ничего не делали. А поскольку вообще длится бой? Вот у кадетов полторы минуты, три раунда по полторы минуты. Но там существует такая система, если на 12 очков разница выросла, то дают преимущество тому, у кого на 12 больше, и останавливают, потому что смысла нет. И если так два раунда проходит, то выигрывает спортсмен, то больше набрал баллов. Поговорим о тэквондо в Воронеже. Насколько это популярно и насколько это больше мальчишеская история? Или девчонки тоже уже такие любят восточную практику эту? Вы будете смеяться, но у нас очень сильная женская сборная команда. Во всех смыслах. Да, если взять, например, чисто даже вот нашу группу, небольшую, там 15-18 человек, то там шесть мальчиков всех возрастов. А почему? Они не знают? Или им не так близко к сердцу именно такие приемы, может быть? Ну, знаете, когда они приходят вот в таком возрасте, они же приходят не с мыслью, я там стану олимпийским чемпионом, они приходят тусить. И тусить они приходят компаниями. И обычно девчачья компания, мальчишеская компания. И вот они приходят, и потом к ним подтягиваются, подтягиваются другие спортсмены. И девочки у нас тоже очень сильные. Если взять сейчас состав сборной тех, кто входит во всероссийскую сборную, наверное, у нас там тоже девочки. Крапивка Анечка, великолепная девочка. Ну, просто великолепная. Что даст этот спорт взрослому человеку? Если всю свою школьную жизнь заниматься спортом тэквондо в будущем, как тебе это аукнется? Я думаю, не обязательно тэквондо. Любой вид спорта, он прививает первая дисциплина. Второе, это умение свою лень, так в сторону отодвинуть и сказать, нет, я сегодня пойду на тренировку, я не буду придумывать, что у меня болит. Я буду тренироваться. И вы знаете, если сейчас так вот подумать, за все время, пока я тренирую, вот старшенькие ребятки, они почти все в бизнесе, они где-то уже где-то в администрации. То есть дисциплинируют. Да, нет людей, которые бы, ну, просто свою жизнь профукивали вот так вот. Вы обладательница черного пояса. Вам как-то, ну, на вас лично это как-то влияет? Черный у тебя пояс там или красный, например? И вообще, как на вас влияет тэквондо? Ну, тэквондо это моя жизнь, вот тут просто моя жизнь. Вообще, как бы, я занималась раньше дзюдо, входила в состав сборной Советского Союза тогда еще. И вот мой первый учитель, человек, которого я просто обожаю, это Шлычков Александр Геннадьевич, он мне как раз показал всю красоту этого вида спорта. Я просто влюбилась, тем более, что это корейский национальный вид спорта, я кореянка. И когда был выбор между дзюдо, остаться в сборной, либо тэквондо, которое вот только-только начинало развиваться, я пришла домой, говорю, пап, я не знаю, что мне делать. Он сказал, говорит, Эр, встань, вот там зеркало есть. Я встала, он говорит, ты кого видишь? Я говорю, я себя вижу. Он говорит, а националист твоя какая? Я говорю, я все поняла. Все, да, и я стала заниматься тэквондо. У меня прям эта история сейчас до мурашек. Очень трогательно, да. Егор, скажи, какие у тебя ближайшие соревнования, как к ним готовишься? Самое ближайшее соревнование – это Кубок Балтийского моря, который будет проходить в Санкт-Петербурге 17 ноября. К ним я готовлюсь по две тренировки в день. По две тренировки в день, обалдеть. Невероятные результаты и тренировки для меня лично, потому что у меня в жизни не было таких поясов, медалей. Но стоит задуматься сейчас об этом во взрослой жизни. Егор, мы тебе желаем еще больше побед. Приходи к нам снова с еще большим количеством Кубков и медалей. Сил, терпение тебе. Ирина, спасибо большое за это утро, то, что провели вы вместе с нами, и за воспитание таких юных спортсменов. Спасибо, что пригласили. Пожалуйста, спасибо. Напоминаем, у нас в гостях были тренер по тэквондо, мастер спорта Ирина Ким и чемпион международного турнира Russian Open Егор Силонов. Продолжаем встречать это утро вместе. Субтитры сделал DimaTorzok